История маленькой девочки Неона не оставляет равнодушным ни одного гостя выставки «Цвета души покажем». Вместе с Неоной 14 лет назад должна была родиться ее сестренка-близнец, но чудо не произошло. Одной малышке врачебная ошибка стоила жизни, а другую из роддома выписали с диагнозом «детский церебральный паралич». Но мама Вера, как называет маму Неона в созданном ею фонде, не растерялась и начала делать все для того, чтобы ребенок чувствовал себя нужным. В свои 14 лет девочка, несмотря на диагноз, не только отлично учится, но и прекрасно рисует. В семейной коллекции уже более тысячи работ. Организаторы выставки называют подобный вид искусства арт-терапией. Вы не представляете, когда первый раз мы рисовали, писали наши первые картины, они были такие серые, хмурые. А сейчас, если посмотреть на картины, то дети настолько раскрываются, они все яркие, они все красивые. Каждая картина, она просто шедевральная какая-то. Познакомить общество с творчеством детей с ограниченными возможностями здоровья и попытаться вывести ребенка из изоляции домашних стен. Это стало главной целью экспозиции. Организаторами выставки «Цвета души покажем» стали благотворительные фонды. Информационную поддержку оказало Самарское областное отделение «Союз журналистов России». На картинах только яркие краски. Дети, которые смотрят на мир иначе, обычно редко грустят и вкладывают в свое творчество частичку души, наполняя полотны историями, которые в силу обстоятельств проговорить не могут. Эти работы, мы видим, что они буквально напитаны любовью к жизни, творчеством. Они излучают доброту тех сердец детей, которые рисовали эти картины. Я хочу вас еще раз всех поздравить с праздником, с первым днем лета и с хорошей погодой. На торжественном открытии выставки для детей организовали шоу мыльных пузырей, а со сцены свои номера исполнили творческие коллективы города. Посмотреть на экспозицию можно посетив Самарский областной художественный музей. Ольга Павлова, Максим Гусев, События.